Этот парень играл на высоком уровне. Его тиммейты сейчас нынешние тир-1 игроки. Он попадал на миноры к мажору. Он играл против Астралис. Он выиграл большое количество турниров. В него верило большое количество людей. И самое главное, он сам. Но он сделал огромнейшую ошибку. Он скачал скинченчер. Этот ролик будет про то, как не нужно портить себе судьбу. Если ты хочешь чего-то добиться, послушай то, что будет в этом ролике, и не повторяй то, что сделал Илья. А сделал он то, что называется «заруинил себе будущее». Молодые люди, этот ролик будет про скинченчер, поэтому напишите в комментариях, когда вы его использовали, сколько времени и получили ли вы бан или нет. Я с ним играл полтора года. Эти ролики мало собирают просмотров, поэтому спасибо тебе за лайк. Я думаю, что мы сможем набрать большое количество ролик на узкую аудиторию, но уверен, что мы соберем нужное количество лайков для его продвижения в топы. Ну а сейчас я тебя познакомлю с Ильей. Погнали. Илья. Сейчас мы с тобой расскажем на большую еще аудиторию историю про то, как ты, по сути, заруинил себе же киберспортивное будущее, хотя мог бы сейчас играть в тир-один команде. Расскажи, пожалуйста, как это все происходило. Давай начнем с того, где ты находишься, сколько тебе лет и когда ты посыковал со Скайс Го. Так, ну меня зовут Илья, у меня ник MyTravel. Сейчас я нахожусь в Москве, живу на данный момент буквально пару месяцев. Вот так, всю свою оставшуюся жизнь. Я жил возле города Краснодар. Там небольшой городок был, в общем, в Краснодарском крае на юге России. С 22 года мне, как я уже сказал. И познакомился я именно с Counter-Strike где-то в 2005 году. Ну, как пошел первый класс, играл там в компьютерных клубах, потом мне купили компьютер, ну, как у всех, короче, это происходило. Вот, начал я играть в Counter-Strike Global Offensive в 2013 году. Значит, в 2013 году я играл в всякие про-серии там, что-то пытался, пытался, не получалось. Наступил 2014 год, конец 2014-го. Вот, и я решил, что надо сначала начинать с регионального уровня. То есть найти команду на юге России, ну, то есть местную команду. И потихонечку-потихонечку продвигаться. Значит, нашел я более-менее игроков, то есть с нашего региона, да, собрал, которые умеют играть. И так посчастливилось, что в этой команде со мной касался Джейм, который сейчас играет в команде Virtus.pro. Вот, мы нашли его в Новороссийске, ну, жил тогда в Новороссийске. Мы позвали его играть в свою команду, так как мы играли Праг против его, там, местной команды из Новороссийска. И единственный, кто нас, скажем так, уничтожал, это был Джейм. И мы решили позвать его в свою команду. Вот, так мы начали с ним вместе играть с конца 2014-го года. Мы нашли Пашу Ножа, который сейчас играет в Ezreal, по-моему, вот. С нами играл я, Паша Нож, Северин, который сейчас инактив, он там занимается сайтами всякими и настройками Counter-Strike. Вот, и пятый у нас игрок всегда менялся. То есть у нас был Робан, который также сейчас с Пашей Ножом играет. У нас играл Якин Дар, который сейчас также Virtus.pro. Короче, очень много людей менялось. Вот, не могли бы никогда пятого подобрать. Мы вот этот весь год, 2015-го, да, до 2016-го, мы играли фейсеты всякие там, вот, обузили Элла, играли всякие турниры онлайн, но, типа, все равно, чего-то нам не хватало. В 2016-м году в России анонсировали Кубок России, LAN-турнир по всей России, типа, с призовым фондом, там, один миллион рублей. И мы решили поиграть его. То есть Паша Нож, он тогда жил в Петербурге, он переехал жить на юг ради этого. Ну, то есть не ради этого, но ради вообще нашей команды в целом. Он переехал жить на юг, на российских Джейму. И вот нас было четверо, мы нашли там плюс один, опять же, пятого, рандомного, чтобы поиграть LAN. Мы играем квалификации на Кубок России, LAN, в Краснодаре. Выигрываем без проблем. Нам дают слот, ну, на финалы в Москву. Это лето 2015-го года. Мы поехали на эти финалы, выступили там хорошо, мы заняли второе место, могли первое, но просто как-то, не знаю, на финал не собрались, в общем. Проиграли ИКБ команде, выиграли 500 тысяч рублей, заработали хоть какое-то менее уважение у СНГ-комьюнити к нам, потому что нас всегда считали читерами, ну, типа, потому что мы нигде там на ланах не появлялись и так далее. Хотя, ну, хорошо, вы, знаете, играли в онлайне. Заработали какое-то доверие, и нас подписала первая организация на тот момент. Это была, получается, была южная организация с Краснодара, Nova Esports, он тогда называлась. Вот. Нам даже выдали форму, должны были быть контракты с зарплатой, кстати, зарплата на тот момент должна была быть 100 долларов, это было прикольно. Но все равно круто было, вот. В итоге нам ничего не выплатили за три месяца, которые мы там играли, просто кормили завтраками, как обычно, вот. Интересный момент, я забыл. Весна 2017-го года, получается, квалификации на минор к Ракову, там гигабитовы играли, вот. Прикол в том, что нам на закрытые квалификации к минору дали инвайт. То есть нашей команде. Мы тогда вообще в шоке были. Каким образом это вообще возможно? Потому что мы, во-первых, заняли второе место в Кубке России, и мы параллельно играли про серию от Старладера, и прошли, там заняли топ-4 от Старладера про серии. Там на тот момент крутые СНГ-команды играли, которые как раз-таки выступали в закрытых к этому минору. Вот, нам дали инвайт, мы с этого офигели немножко. Вот. И на тот момент, опять же, мы опять меняли пятого игрока, и на тот момент за нас играл Наумов. Не знаю, кто знает. Вот. Знаешь его? Нет, знакомые. Вот. Сейчас, сейчас расскажу. Вот, за нас играл Наумов. Мы не готовились. Ну, как готовились. У нас какие-то были наработки, но в целом мы играли отличного скилла. Всегда, практически. У нас вот очень нехорошо была наработана карта до Мираж, потому что мы, знаете, на Фейсе типа 10 Миражей в день всегда играли, вот. И непобедимая карта у нас была. Значит, нам дают инвайт в закрытые к минору. Мы начинаем играть. У нас тогда группа была Спириты, К-29, это сейчас не Мегагейминг. Мы. И, по-моему, ЕКБ какой-то состав. All4U он тогда назывался. Там точно сейчас состав не назову, но там нормальные ребята играли. Значит, начинаем играть минор. Первый день, закрытые гвалы. Играем против К-29 белорусов. У нас тогда Мапул был Инферно, Нюк и третья Мираж решающая. На Инферно мы их выиграли с хорошим счетом штат 10, по-моему. Точно не помню. Но вообще нормально развалили их. Потом перешли на Нюк. Нюк мы играли первый раз в жизни. Да-да-да, новый Нюк. Мы просто первый раз на карту зашли. Пять. По пять фрагов сделали. На 16-3, как говорится, убрали. И на решающем Мираже мы тоже очень их жестко раскатали. Какой счет был? 16-9, по-моему. Какой счет был винрейт на Мираже был всегда? На фейсе около 80% что-то такого. В целом вообще всегда, ну типа Мираж, очень для нас приятная карта была. Ну, как знаешь, называют Мираж, типа СНГ-карта, побегать, пострелять. Выигрываем их на Мираже. После этого, типа, ну все в шоке. Там в CSGO паблик выкладывали. Там все такие, типа, вау, кто это? Типа, как они вообще выиграли К-29? Там даже тогда, на тот момент у них был капитан HitMouse. И он писал такие вещи, типа, как они играют в Мираж. Типа, так никто в Мираж вообще не играет, как они. Это вообще какие-то непонятные челы, типа. А спонсор этого ролика, это КСФЛ. Прямо сейчас я поставил 100 долларов в виде ножа. И это игра в Краш. В общем, вы должны словить самый большой коэффициент, который вы можете. И вот, я словил сейчас 1.43, я вывел. Если я бы оставил на двойку, к слову, я бы проиграл. Я забираю на 1.40 и все. Только что. Кстати, рекорд. 1.40, 1.40, два раза я мало, когда забирал. Только что мы сделали 80 долларов из 200. В прошлой интеграции я обещал зайти в джекпот. Но давайте перенесем еще на одну интеграцию. Я вам чуть позже покажу, что такое джекпот. Хотя вы уже можете сами проверить. Это очень интересная игра. Где вы можете просто, просто поставить скин с маленьким процентом и выиграть большую сумму. При депозите не забывайте использовать мой промокод SHOCK. И вы будете получать 5% к пополнению. Но если вы вставите КСФЛ в свой ник Steam, то вы получите топ-15% к депозиту. Ну а ссылочка на КСФЛ есть в описании. Что после этого случилось? Мы выиграли К-29, должны были на next день играть со спиритами за выход уже на минор. То есть за первое место в группе. Мы жестко настроились, пошли спать. Я вот как сейчас помню, у нас был диалог в ВКонтакте нашей команды. И кто-то после игры с К-29 написал, что у Ноумова есть вакбан супер-супер старый. Там 2000 плюс дней. А ему на тот момент было лет 17. Ну он короче малай был. Я вот как сейчас помню, пишем в эту конфу ВКонтакте, типа, Ноумов, точно все нормально? То есть, ну тебе нету бана? И он написал, ребят, не Payman, не вор. Нет, я с этой мысли пошел спать. Просыпаюсь утром и вижу, что нас дисквалифицировали с минора, потому что у него нашли вакбан старый. И нас дисквалили за это. Все новости, все пруфы на халтв есть. То есть к этому там прям новость выходила. А на тот момент наша команда называлась Халарас. Нас дисквалили за его вакбан. Ее просто. То есть вот сюда. Мы такие, ну ладно, ребят, не стоит опускать руки. Next пройдем. А бана всегда дали ему? Ну да, то есть это старый вакбановый был. Ну то есть как у Джампи, как у всех. То есть если много бана ходят, все. Турнир отвал запрещено. Нас позвали в Spirit Academy с Пашей ножом. Мы пошли играть. Начали выигрывать всякие турики. Мы поехали в Spirit. Точнее, мы поехали в Питер на лан-турнир. Мы выиграли там лан-турнир на 250 тысяч рублей какой-то. Там играли ЕПГ. Мы их выиграли в финале. Это уже получается 2018 год. Наступил начало. Минор в Лондоне. Должен был быть от Faceit. И перед этим минором у нас небольшой конфликт в команде произошел. И после чего пришлось мне уйти. Вот именно с того состава. Где был Люк, Ромми, Дарксайд, Джоу, который сейчас в ними играет. И я. И там вопрос стоял так. То есть либо играю я и уходит Джоу. Либо ухожу я и остается Джоу. Либо он, либо я уходит. Так как я был виноват, ну то есть я зачинщиком конфликта был этого, то типа я ушел. Все, ребята без меня этот минор стали играть. Ну мы потом все с ним порешали. Типа сейчас хорошо общаемся, проблем нет. Ну вот об этом я очень сильно жалею. То есть я мог поехать первый раз на свой минор в Лондон. Вот. Но не получилось. Мы играли онлайн турнир. Это как раз таки было еще с моей, так скажем, первой командой с джеймом с машиножом. Это назывался турнир Gfinity. Вот. Это был турнир от... Английский, по-моему, какой-то турнир онлайн Gfinity. Вот кап на 200 фунтов стерлингов. Мы попались против Изака, команда Изака стример польский. И вот он смотрел в этом моменту тысяч пять человек. И в этот момент стримил я эту игру. Мы их начали там жестко, так скажем, выигрывать. Я вот, как сейчас помню, взял Clutch 1 в 5. В итоге поляки, которые сидели на стриме у Изака, начали ко мне на стрим заходить. То есть мне там онлайн тысяча-полторы сразу встал. Все такие пишут, типа, ну плохие слова на польском, как обычно. Вот. И через три раунда заходит админ на сервер. И пишет сейчас, типа, а почему у тебя на стриме есть скины, а в игре у тебя дефолтные? Типа, я такой, ну это скинченджер. И у меня тиммейты такие, ты реально скинченджером сейчас играешь, стримишь? Я такой, ну да. В итоге меня забанили на этой платформе. Какая платформа? Это GFNT, GFNT называлась. Это прям сайт-платформа? Да, да, да. Сейчас ее нету, ее закрыли. На тот момент это был 2014 год. Вот, меня забанили. Все в тэф-шоке были, типа, ты что, дурак? Так сказать. Ну, ну да, вот я вот так вот, получается, вот таким дурочком был. В мае 2018 года мне прилетел Overwatch Ban. 20 мая. С этого все и началось. То есть, я играл с 2017 года по 2018 мая, вот до этого момента, когда мне прилетел Overwatch Ban, я играл со скинченджером. Как я играл со скинченджером? Я играл только праки. То есть, я такой, грубо говоря, человек, который обожает скины, но у меня никогда не было денег на крутые скины, да? Вот. И я играл все праки со скинченджером. Да, вот, я вот такой вот человек, знаю-знаю, не хейтерити. Играл со скинченджером, он ли праки, причем, ну, все, то есть, турниры с антишитами я играл, ну, как говорится, потому что, ну, возможность была забанить. Нет, то есть, от антишита забанится. То есть, Overwatch Ban, ну, ты понимаешь, это не вагбан, с этим антишитом можно везде играть, то есть, Overwatch, он считался, как будто меня забанил патруль, челс патруля, вот. Вагбана не было, но у тебя вагбана не было, у тебя в игре была красная. Да, красная табличка висела, Overwatch Ban, именно, типа, осужден патрулем и так далее. И в конце октября, я вот просто, вот, как рассказываю, встаю утром, просыпаюсь в конце октября, по-моему, 31 октября, вот, я просыпаюсь, и мне в Steam пишет Димасик, «Люха, что у тебя со старым аккаунтом?» Я говорю, ну, в смысле, что, Overwatch Ban, типа, все же знают, типа, он говорит, да нет, не Overwatch, там, вагбан висит, но линей. Я такой, чего, захожу в свой старый аккаунт, и там реально висит табличка вагбан 0 дней, то есть, я просто сидел в шоке, я начал, ну, мониторить это все. И именно, вот, 31 октября, 1 ноября, в эти дни, произошла волна бана, то есть, Overwatch баны, которые давали осенью, ой, точнее, весной 2018 года, они превратились в вагбан. Спустя полгода, через полгода, то есть, да, полгода прошло, грубо говоря. Я начал играть в минор, ну, так как все меня знали, грубо говоря, то, что все понимали, то, что, ну, фигня, меня никто не мышлел. Никто ни на квалификациях минора не мышлел, ни на закрытых, ни на открытых. Нормально, мы прошли открытые квалификации, попали в закрытые, в закрытых проиграли с уманом и вылетели с них. Ну, то есть, после этого я ушел из команды, так как мне надо было разобраться с этим баном. Пару месяцев я сидел в АФК, ничего не делал, просто, ну, пытался, там, писал всем, кто мне мог помочь. Вот, прям, реально всем написывал. И в итоге, конец 2018 года, зима, мне пишет Фин, в Steam, Фин, который сейчас является тренером Gambit Geek Actors. Он пишет мне, я тебя вот хорошо знаю, долго сидел за твоей игрой, я хочу, чтобы ты потестился в новый состав Gambit, который вот они собирают, второй состав Gambit, молодой. Я хочу тебя потестить и помочь тебе с твоим баном, то есть через Gambit. Я говорю, окей, без проблем, давай попробуем. Я еду в Москву на несколько бэккэмпов, там очень было много людей, которые тестились в этот состав. Кто? Назовите трех людей. Трех, ну, которые сейчас состав. Короче, тестился Шира, Интерс, Нафаня, я тестился... На самом деле, там реально очень много, там человек 20 было, ну, в онлайне, это было в онлайне. Да, то есть сначала был онлайн, то есть мы играли праки, там разные составы были, там было 20 человек, мы играли разными составами праки против, ну, крутых чолов. Смотрели, кто как коммуницирует, кто как играет, кто как понимает игру и так далее. То есть в итоге из этих 20 человек осталось там человек 8, и эти 8 человек катались на ланы. Андрюха Блэйд это все организовал. Опять же, он нас много чем научил, потому что у него реально очень крутое понимание игры. Просто он нам такие штуки рассказывал, я сидел вот с такими глазами, просто не понимал, что происходит, но я тогда очень круто обустанулся, на самом деле, в плане индивидуального скилла. Получился состав, значит, комбит Янгстерс. В итоге какой? Я, Широ, Интерс, Нафани и Супра, эстонец. Вот, нам дали контракты на 2 года, мы их подписали. Все, то есть мы должны были играть. Дело осталось только за тем, чтобы решить проблему с моим вагбаном. Это, получается, февраль 2019 года, перед мажором, мы поехали на двухнедельный буткемп в Сколково. У нас был буткемп, блин, там очень круто, на самом деле, в этом Сколково. У нас был огромный дом, инновационный такой, знаешь, с инновационными технологиями, там очень круто было. Мы очень провели двухнедельный полноценный буткемп, разбирали всякие карты, там, фишки, смотрели демки, бустили свой индивидуальный скил. Блин, ну это реально, это мой лучший буткемп, на котором я был, я просто так кайфовал, это просто нереально, что это было. Вот, у нас был даже, мы сделали, мы просто делали по системе Астралис. У нас был определенный график, прям с расписанной на две недели, и старались его держаться. И я на тот момент почувствовал, что эти две недели, наверное, были лучшими в плане индивидуального скилла, в плане отдачи, самоотдачи за все время, что я играю в Counter-Strike. То есть, круче, чем там, я никогда не играл. Приехал на этот буткемп наш менеджер, Александр. Вот, он позвал меня в комнату, мы с ним посидели, поговорили, я ему полностью все рассказал, от начала до конца, что у меня за проблема, типа, как она появилась. Ну, типа, я ему просто рассказал, что вот скинчейнджер была такая проблема, я ему все полностью отдаю, отдаю я рассказал, как я с ней играл, где, почему, какие баны и так далее. Он все это записал, типа, и сказал, что он поедет в Катовицу на мажор общаться с представителями компании Valve по этому поводу. Ну, а мне оставалось только ждать. Вот. Значит, после мажора он приехал, и мы начали с ним общаться, и он мне сказал то, что... Он попросил, типа, есть ли вариант мне как-то разбаниться, так как я играл с программой, которая не дает преимущества в игре. Ну, то есть, скинчейнджер, это что, по сути, это программа, которая просто меняет свои скины в игре. И даже в самой, ну, в Акбан, то есть, в Сименс написано то, что Акбан дается только за программы, которые дают преимущества в игре. Да нет, мне кажется, там есть переписка именно о том, что заменяющие скины, мне кажется, именно такое есть. Ну, может, на самом деле я не видел этого, но как я вот читал, то есть, Valve Anti-Shit, Акбан, вот, неважно, что внедряется. То есть, если это дает преимущество в игре, то, типа, в Акбан, по факту, осознанный и так далее. То есть, я считаю, что, допустим, за скинчейнджер стоит давать бан, но не стоит, допустим, делать так, чтобы ты не смог участвовать на турнирах. Ну, то есть, по сути, это же штука, которая не давала мне преимущества в игре, это просто как картинки, да, по сути. И на это ему ответили люди так, то есть, да, они просерчили мои логи с моего аккаунта, они сказали, да, что-то он использовал, но они сказали то, что мы не можем понять, что именно он запускал с компьютера. То есть, как работает скинчейнджер? Ты запускаешь программу, инжектор, да, и этот инжектор, он инжектит файлы, вот эти вот замены скинов, он инжектит в игру. Представители Valve, они сказали то, что мы не можем разобрать, что он использовал, то есть, что он загружал в свою игру, читы или просто скинчейнджер, то есть, мы не можем понять, и поэтому, типа, мы не можем его разбанить на тот момент. Я понимал, что я дурак, да, я допустил ошибку, играл с скинчейнджером, который никому вообще не нужен был, да, то есть, я мог спокойно играть без него, вот, но на тот момент просто, ну, на самом деле все расстроились, там, прям, мне сказали, да, она, типа, может, мы тебя как-то сможем оставить в организации, как-то, может, ты чем-то будешь заниматься, но в итоге не получилось, ребята продолжили играть без меня, хотя очень все хотели со мной играть, на самом деле, у нас круто получалось на тот момент, прям, такая синергия между нами крутая была. В итоге, ну, разорвали контракт со мной, комбита, и я повернулся домой к себе в Краснодар, две недели сидел просто в тилте, не понимал вообще, что делать дальше, потому что я столько времени на Counter-Strike потратил, по факту, я вообще, ну, кроме Counter-Strike, я ничего не умел, то есть, я не знал, что дальше делать. Я просто сидел в тилте, потом в итоге я решил стримить, может быть, как-то разрулится, не разрулится, я просто решил поиграть в Counter-Strike, потому что мне нравится эта игра, ну, и мне она нравится, и я, кроме Counter-Strike, ничего не умею. Ну, вроде что-то более меня получилось, и вот до сих пор сижу и стримлю, так сказать. Вот, такие дела. Просто взял и заруйнил себе никому не нужными скинцами, так сказать, жизнь, можно сказать, не знаю, карьеру. Просто, ну, вот, вступил не в том, как говорится. Все это интервью, хотя как интервью, ты все рассказал сам, я вообще не молчал. Этот ролик посвящен тому, насколько важно не играть с такими подозрительными вещами. Играйте спокойно, запускайте единственную программу, это античит. Больше ничего не нужно. Скины, они ничего не приносят. Если хотите играть со скинами, покупайте прям у нас. Да, это хорошо. Спасибо большое всем за просмотр. Если вы идете к своей мечте, ребят, идите. Я за вами всеми слежу. Пишите мне куда угодно, если вы пробираетесь, если вы все ближе и ближе пробираетесь к топу того же Фейсета, того же... Короче, ребят, я уверен, что хоть один человек из зрителей этого канала проберется в киперспорт. Поэтому не повтори его ошибку. Спасибо, Илья. Спасибо тебе тоже за такую возможность. Всем спасибо. Пока. Спасибо. 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 Спасибо.